пожалуйста как угодно через дверь через щелочку под форточкой в любом виде дайте мне на ребенка взглянуть пожалуйста мы не видели с ним с обеда прошлого дня но мне на самом деле наверное было очень важно удостовериться в том что все правда какое-то знаете дурацкое было впечатление что мне привирают насчет того что он жив и мне очень хотелось увидеть экскурсии грудной клетки она так на меня очень внимательно и строго посмотрела я говорю я абсолютно адекватно я вам обещаю что я не буду там выламывать дверь и бросаться на каталку ребенка просто посмотреть глазами пожалуйста она говорит окей у вас будет примерно секунд 12 вот откроется дверь лифта бригада с каталкой выйдет и вот следующая их дверь следующий их пункт назначения на это же это вход в отделение интенсивной терапии вот этот интервал ваш но я это делаю под личную ответственность смотрите не подведите меня я говорю я обещаю и она меня переодела ну как она не подвела к медсестре говорит переоденьте мы идем будет мне выдали стерильный костюм все замыли руки шапочку маску там эти сапоги бахилы в общем все мне упаковали как космонавта и это было отлично это прям вы знаете очень внушило мне какое-то доверие думаю отлично мне нравится эта больница здесь все очень хорошо то есть но никто не повел меня в уличном там куда-то в отделение к тяжелым деткам вот и да действительно меня подняли на этаж распахнулась дверь лифта и выехала каталка на ней лежал аркадий он румяный мальчик у него светлая краска кожи я вот чуть смуглая он такой прям светленький у меня человек зефир я его зову spf 30 средства противосолнечные это прям наше все потому что иначе он летом безнадежно сгорает на любом солнышке и он обычно румяный не такой румянец на щечках всегда а тут передо мной лежал мой ребенок который сражался с острым гемолизом судя по всему и цвет его кожи был серо-желто-зеленым таким каким-то но это был мой ребенок безусловно я очень я подошла и ребята чуть-чуть приостановились то есть они такие неслись скаталка из лифта и я к ней подошла они вот прям вот на несколько секунд приостановились я вот так тылом ладони прикоснулась к его плечу потому что он был под простынью катетеризирован интубирован тут трубки вот это все вот торчит датчики ребята несут мешок амбу кто-то катит там на ноге вот это все вот оборудование все пищит все мигает и вот у него единственное был голенькое плечико такое свободное от трубок пластыри и прочего с синяком с таким он был весь покрыт гематомами конечно потому что он когда упал под поезд его поездом волокло вот так крутя под колесами и он был избит просто весь зажило все хорошо вот я прикоснулась к нему рукой и говорю аркашенька это мама мама здесь привет сыночек я очень тебе рада как здорово что ты с нами как ты такой умничка у меня так рада тебя видеть мой хороший ты мой зайчонок сладкий я обязательно к тебе приду с утра сейчас поспи хорошо ну то есть я старалась говорить с ним веря изо всех сил в то что он меня слышит